здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня мы вяжем вот эту вот девчонку вот были просьбы и в комментариях и в личных сообщениях поэтому разбор этой дюбки для начала давайте разберемся с узором узор я не буду показывать на спицах это очень долго девчонки если я думаю что новички не будут вязать ее вот правда потому что комбинация трех узоров я думаю не для новичков поэтому я решила сам узор вот максимально как бы подробно написала объяснение для всех обозначений сейчас я просто буду рассказывать значит для новичков девчонки сделайте лицевую гладью как на по ну вот пример юбочки просто лицевую гладью и будет тоже красиво оригинально зависит от пряжи тоже в зависимости от пряжи тоже первый узор там у нас три узора у меня же здесь два сейчас мы будем разбираться вот если смотреть на схему вот первый узор у нас рапорт уточку у нас рапорт 8 петель не умея второй как бы вторая коса это 4 петли вернее 5 если брать изнаночную петлю между вот этими как бы одна изнаночная петля между всеми как бы узорами ну и здесь у нас 7 петель здесь 4 5 здесь у нас 8 петель 5 петель я считаю и изнаночную а здесь без изнаночной то здесь у нас тоже изнаночная сейчас мы разберем распределение как бы петель вот она вот неправильно я чуть-чуть нарисовала так здесь у нас 7 петель и так что мы делаем как бы то есть вот он наш первый узор это такие оранчики из 8 петель вот у меня здесь два рапорта вот они такие вот сливаются в одно в единое целое насколько фотография плохого качества насколько я вижу нет там переплетения вот здесь вот там просто вот такими волнами идет это я так вижу возможно вы видели более качественную фотографию где-то вот и возможно там есть не буду спорить если покажете фотографии значит что я вижу на судя по фотографии вот я бы эту юбку вязала спицами вот сейчас я вам про спицы скажи про на пряжу пряжу кашемирчик где-то 300 метров 50 граммах до которая у нас которая у нас алиэкспрессовской вот вот как вот это пух норки но только из кашемира не пух норки а кашемир который в дуэте идет с этой нитью я вам оставлю ссылку если что на всякий случай но это это не важно спицы 4 миллиметра я бы взяла именно эту пряжу вы же определяете то есть я я так визуально смотрю на на юбку и то что я вижу именно визуально вот это мое такое видение значит петли количество петель значит распределение петель вот здесь я вязала двойную кромочную то есть две петли на кромочную и 2 петли изнаночные далее что у нас 4 раппорта по 8 петель 84 так значит у нас 2 кромочные 2 изнаночные 4 раппорта это 32 петли правильно 32 петли я просто смотрю по юбке это могут быть другие цифры я сейчас говорю о именно о самой юбке которая у нас на образце не могу сказать о плотности я же говорю я вижу так визуально возможно у вас тут будет это я так основаясь на образец просто у вас тут может быть другое как бы распределение другое количество кос и другое количество как бы этих аранов мы сейчас смотрим на вот эту вот штуку так далее у нас одна петля изнаночная далее у нас идет касаясь 4 петель вот она то есть изнаночная и касаясь 4 петель вот она здесь я нарисовала так вот пять петель ой 44 сама коса у нас 4 петли здесь 4 петли и по бокам от них по одной изнаночной далее у нас идут вот все на как бы остаток петель я не знаю зависит от того как бы на обхват бедер а что еще что еще хотела сказать на что мы основываем свои измерения мы их основываем на обхват бедер плюс вот вот этот вот запах который у нас будет только на обхват бедер талии мы будем регулировать вот таким вот образом то есть подтягивать вот это место то есть мы меряем обхват бедер плюс запах да потом он у нас вот так вот сместиться маленько но это не страшно потому что вязка такая которая у нас хорошо примет форму попы очень важно то есть сначала вы распределяете в начале в конце петли на вот эти вот араны и одну один но как бы одна коса из 4 петель далее все количество петель вы распределяете между вот этими косами из 6 петель 7 петля это изнаночная маша не забываем то есть набирает сначала вам нужно рассчитать петли не получится набрать петли потом раскинуть их сначала вы рассчитывайте петли то есть по плотности количество петель и потом их подгоняете под вот эти вот жгуты то есть вам придется от либо добавить либо убавить какое-то количество петель то есть вот это остаток всех петель вы раскидываете на вот и делите на 7 чтобы число у вас должно делиться на 7 минус 1 потому что если учитывать вот эту одну петлю ой господи не новички не вяжите девчонки потому что это и потом вы набираете все петли то есть окружность бедер бедер плюс 10-15 сантиметров я думаю хватит ну максимум думаю это самый максимум я думаю не надо утолщать потому что ну не надо вот далее что мы делаем он далее мы вяжем ровно вот мой образец мы вяжем ровное полотно на длину самой юбки каким же образом достигается вот эти вот углы сейчас мы с вами сделаем я озвучу два варианта как бы исхода событий до лицевой ряд нужно провязать чтобы соединить это все вязание сейчас я вижу лицевой ряд да кстати по поводу узора вот количество изнаночные ряды все по узору провязывать значит так скриним узор еще выложу его в instagram если не забуду и теперь мы самой модели разбираемся значит я не буду уже делать здесь узор я просто лицевыми соединяю просто как бы в поясе вот на этом этапе когда мы уже связали высоту я же говорю покажу один вариант и озвучу еще один если вы хотите именно вот эти вот кстати вот это серая юбка я смотрите у нее модели ноги стоять ровно вот и поэтому как бы почти до низу она закрыта у белой же юбки модель стоит с раздвинутыми ногами что бы кажется что эта юбка расклешенная и это как бы эти углы как сказать очень открыты вот края юбки слишком открыты на самом деле я думаю там не так больше выглядит она так как серая по моему мнению вот чуть-чуть расходится но как и любой разрез при ходьбе она немного расходится это как бы большого там как разреза нет по моему мнению все-таки мы знаем что фотографии с ютуба выглядит по-другому блин выглядят по-другому значит что я делаю с этим я да не довязываю до конца сейчас просто допустим запах он у меня будет вот давайте на вот таким вот образом значит я эти петли переснимаю над вспомогательную спицу то есть вот эти араны и плюс одна коса это не вам это у каждого будет индивидуально вот потому что талия разные бедра разные у каждого запах будет свой еще если сильно большая разница между талией бедром у кого тонюсенькая талия сделайте последних рядах вот здесь вот сокращение в этом жгуте по одной петли то есть у вас уже будет талия сужена пробуйте девчонки у кого разница небольшая не надо этого делать все сядет и так вот и так я пересняла эти петли те которые у вас уходят на запах вот вы померяете и определить эти петли которые уходят на запах вот и теперь соединяете в круговое вязание полотно эти идет идут как бы эти петли идут поверх тех снятых потому что у нас женский запах справа налево так давайте точку нашу достанем вот то есть вот таким вот образом те петли которые для запаха мы сняли мы оставим сзади эти петли впереди сейчас мы их соединим уже лицевой петлей уже никакие никакого узора просто лицевой петлю я садить не соединяю обе как бы одну петлю с передней спицы перебросила на заднюю и провязала лицевой так далее так вот мы соединили и теперь далее просто продолжаем вязать пояс вот как как на ваше усмотрение ну я бы связала так вверх прикрепила его бы к первому ряду как бы это и продела бы резинку вот теперь что касается вот этого разреза смотрите если если юбочка оденется на фигурку и здесь подтянется по попе то соответственно внизу он образуется вот этот вот развитый разрезик сам по себе вот как как в серой юбочки вот и папа поднимется наверх потому что папа всегда поднимается наверх вот если же вы хотят то есть я думаю понятно да я объяснял как бы сам ход юбки если лицевой гладью вот все лицевой гладью вверху соединили все связали пояс это для новичку вот в этой же юбке если вы хотите как бы удлинить вот эти вот хотя я думаю они не нужно их удлинять вот как бы углы вот эти удлинить еще тогда вам нужно вот это полотно поднять углы здесь тем самым удлиняться углы внизу для этого вам нужно вот здесь вот вязать незаконченными рядами вот сколько вы хотите поднять по плотности посчитать и тогда у вас вот эти углы поднимется соответственно он будет длиннее когда вы соедините вниз здесь вот опустится и тогда у вас будет длиннее как бы сами вот эти косички вот все девчонки я думаю понятно конечно выглядит сложно но если взяться можно сделать тем более у кого есть немного опыта я думаю не проблема сделать эту юбочку вот мой образец такой я думаю все понятно для новичку в лицевой гладью держите и тоже будет красиво и и все и не заморачивайтесь либо просто заменить одним узором не надо вот шутка всяких разных узоров все девчонки на сегодня все с вами была века школа поделивая всем пока пока